Это какое-то... Это безнравственно. Это ужасно. И это касается каждого из нас. Неужели это непонятно? И я не понимаю, почему я должна бояться об этом говорить. Это огромное количество денег, которое потрачено на удовлетворение одного человека. Ну или там удовлетворение одной семьи или трех семей уходит вот так вот безобразно, просто мелочно. В то время, когда есть люди, которые реально нуждаются в помощи. 23 числа. Мне кажется, можно пойти прогуляться. Всем вместе по улице. Будем согреваться веселыми кричалками. Мне кажется, что самое главное это не молчать. И... Помогать друг другу. И не бояться. Нам всем нужно много-много сил. Потому что это долгая история. Но мы обязательно победим. Есть ситуации, где можно заткнуться и потерпеть. А есть ситуации, когда молчать как-то не получается. И ситуация с отравлением, последующим арестом Алексея Навального относится как раз к таким. Очевидно, что его взяли, потому что боятся от него политической деятельности. И очевидно, что надо требовать его освобождения. Свободу Навальному и свободу всем. Мне, по идее, на первый взгляд, не стоило бы выступать с поддержкой Алексея Навального. 23 января мне стоило бы, на первый взгляд, остаться дома и промолчать. Я часто слышу, подумая о своих детях. Я именно о них и думаю. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где за инакомыслие человека можно убить. А если вдруг это не получится, посадить его в тюрьму. По делам, которые никак не связаны напрямую с причинами этих преследований. Мои концерты неоднократно отменяли, срывали силовые структуры. На меня заводили дела, меня пытались лишить профессии. Но накануне никогда не стояла моя жизнь, мое физическое существование. Я считаю, что возвращение Алексея Навального в Россию – это гражданский подвиг. Я именно так оцениваю этот поступок. Я хотел бы донести вот это свое мнение до людей, для которых это мнение важно. Свободу Алексея Навального. Мне страшно жить в этой стране. Страшно выходить, страшно говорить правду, страшно делать репосты. Но на этом и держится наша государственность. Та организованная преступная группировка, которая сейчас у власти, держится на нашем с вами страхе. Страхе потерять все, что имеем. Это не государство. Это преступная группировка. Она доказала нам, что законы не существуют, суда не существуют. Им наплевать на мнение всего мира. Наша страна только в наших с вами руках. Если мы выйдем на улицу все, то мы можем поменять ситуацию. И Алексей Навальный нам своим примером доказал, что человеческие принципы, человеческое достоинство, честь, все это не пустые слова. Он своей жизнью доказал нам это. Вернувшись в пасть дракона. И каждую минуту он может быть убит. Мы можем ничего не делать, но точно тогда будет только хуже. 23 января будет иметь смысл выйти на улицу, только всем вместе. Только тогда не страшно. Только тогда они увидят, что мы существуем. Что мы как страна все еще есть, а не просто сырьевое государство рабов. Какими они нас считают. Продолжение следует...